Добрый день! Сегодняшнее видео будет ответом на комментарий к прошлому видео, где мы с Васей Дедовым играли на счет. Я играл шипами без губки, Дорнин Глянс. Вот, и Роберт написал, значит, комментарий к тому видео, да, про мою игру, да, то, что вот я играл без губки. И сегодня я прокомментирую его сообщение, потому что, ну, в первую очередь, в принципе, многие поставили лайк на Роберта сообщение, поэтому и это, скажем, очень актуальная тема. Я-то не думал, что это актуальная тема. Да, ну, в любом случае, я бы ответил бы, но сейчас я это делаю в первую очередь. Итак, пишет Роберт. Валера, ты играл шипами без губки в стиле игроков с губкой. Ну, в первую очередь, да, надо разобраться, чем отличается игра с губкой от без губки. Давайте так, я сейчас буду, наверное, менять стереотипы, да, многих людей. Связано это с тем, что много есть информации в интернете, для чего нужна игра, значит, шипы без губки, без губки, да. Я расскажу свое видение. Поэтому, в первую очередь, я думаю, что это будет интересно тем, кто хочет продолжать расти, играя шипами без губки. Вот что. То есть, возможно, я изменю ваше представление об этих понятиях, но я сделаю это с точки зрения того, чтобы ваш рост не останавливался. То есть, я так скажу, кто хочет продолжать там тыкать, там устала, там еще какие-то вот такие вот вещи, пожалуйста, продолжайте. То есть, возможно, вы получаете кайф и удовольствие от такой игры, да, и, может быть, вы думаете, что этим и ограничена данная, значит, комбинация шипов без губки и вашего инвентаря, вашего основания. Но многие, я думаю, хотят расти, и у кого осталось, скажем, ну, скажем, место для нового, да, для нового материала, не все, скажем, заняты полочкой в вашей голове, я вот буду больше обращаться вот к этим ребятам, которые хотят в дальнейшем продолжать расти. Итак, значит, без губки и с губкой. Существует такое понятие, как оказывается, что если ты играешь без губки, то ты можешь делать в основном только тычки на столе, они для этого и созданы, да, и издали эта накладка не играет. Вот такое вот существует мнение, да. Но есть игрок Густав Эриксон, который, ну, в принципе, доказал, мне кажется, там ничего сложного он не делает, но издали идет сильнейший запил. Играл я с Густав Эриксоном, вот, и могу сказать, что издали у него шипы сильно пилятся, тем более у него доска там очень быстрая. Стига, клипер, цц, да, вот эта вот доска, очень быстрая доска. Потом, есть ли еще игроки, которые играют без губки и издали пилят? По-моему, Игорь Петрушин тоже самое делает, значит, без губки пилит издали. То есть, я думаю, что если поискать игроков, можно найти хорошего уровня игроков, которые играют без губки издали. Так, но существует такое мнение, что губка нужна именно для подрезки издали, то есть, она дополняет вращение, да. Не совсем это так. Так, то есть, что у нас делают шипы вообще, в принципе, длинные шипы, которые реверсивные, которые почти не имеют сцепления или немножко имеют сцепления. Они возвращают чужое вращение. Губка на это никак особо не реагирует. То есть, вот наоборот, она может быть даже тормозит. То есть, губка, причем ставят многие защитники губку на шипы свои? Потому что на столе можно дать подрезку. Да, она не совсем, мяч будет подрезанный там с нижним вращением. Да, он будет плосковатый. Бывает иногда, наоборот, немножко верхний идет. Но вот эта губка позволяет дать иногда даже маленькое нижнее вращение. То есть, у тебя есть классическая подрезка на столе, классическое движение. Без губки это сделать почти тяжело. Там надо менять угол, делать примерно 90 градусов, 80 градусов. И этим углом вот так вот смягчать. То есть, вот такое делает движение. Либо тогда тыкать. То есть, губка и без губки игра отличается игрой на столе. Если у вас, скажем, нет тычка хорошего, то вы ставите тогда, можете ставить губку и спокойно делать какое-то движение ближе к подрезке. Если вы хотите тыкать, вы ставите без губки. Но на игру издали это никак не влияет вообще абсолютно. То есть, это никак не отражается на игру издали. Даже если возьмете доску, доску возьмете без накладок вообще, и сделаете приличный топ спин на игрока, который будет играть доской, то там пойдет запил. Понимаете? То есть, как бы это... Но шипы, они тоже... То есть, то, что не тормозит мяч, то есть, он обратно начинает так же крутиться. То же самое можно сделать с губкой, без губки. Даже вот вспоминаем наших защитников сильнейших, да, это и Чеплыгина, и Абусев, они играют на 0,5. То есть, они не выбирают 1,3, там, 1,6 губку. Даже единичкой не играют. Они выбирают 0,5. И мяч у них издали подрезать. Губка им нужна 0,5 для того, чтобы на столе подрезать. Им не тыкают. А почему не тыкают? Мы сейчас с этим разберемся тоже. Не потому, что они не умеют это сделать. Или вот давайте дальше читать. Очень интересно. Но оно так неэффективно и не работает. То есть, ага, вот пишет. То есть, так, как тебе привычнее. Ну, не вообще, это как бы играет, скажем... Ну, я играю вообще немножко по-другому, да. То есть, так, как тебе привычнее, но оно так неэффективно и не работает. То есть, с губкой так играть гораздо эффективнее, ибо создаваемое вращение на порядок больше. Ну, это миф, миф. Ты не можешь создавать вращение. Ты можешь создавать вращение при подрезке. Если есть фейнг-лонг-3, тогда ты можешь в конце добавлять. Если у тебя шипы, которые не добавляют в принципе, то губка, не губка, поставь 2,0. Вот нацепи, нацепите губку 2,0 на шипы, и вы увидите, что там не будет такого сильного вращения, да. То есть, там не будет вращения. Будет то же самое примерно. Просто доска будет очень тяжелая. То есть, а все будет примерно то же самое. Суть шипов без губки в скорости возврата и реверсе приходящего вращения. Суть шипов без губки, да. Если ты на столе ставишь блок на столе, то да. Губка, она просто смягчает немного. Наоборот, губка смягчает немного и уходит сопернику меньше вращения. А без губки получается как голая доска. Идет обратно все вращение. То есть, надо играть у стола, отбивать мяч с отскок и активно использовать лифтинг и тычки. Ну, лифтинг, насколько я понимаю, это движение, когда мы делаем вот такое вот движение, именно вверх движения, и там мяч летит почти параллельно, даже вниз. Вот такое вот делаем движение. То есть, это не тычок, а именно вот такое приподнятие, но оно идет, мяч идет по логе от вас. Поэтому ты помучился, понял, что ничего не работает и быстро перешел на игру гладкой справа, а шипами в конце уже почти не играл. Ну, может быть, это и получилось, скажем, неосознанно. То есть, я бы уже стал захватывать инициативу, да, то есть, правой стороной. Но я даже не могу сказать, то есть, моя задача была показать, как работают шипы. Вот самый основной мой был посыл в том видео, показать, как работают шипы, чтобы им можно отходить далеко, спокойно защищаться, не будет ничего. И я хотел бы показать, что тычки, лифтинги, тычки, они на том уровне, на том, значит, уровне, к которому я играл, да, против Васи Дедова. Даже можно брать игроков пониже уровня, да. Эти тычки не работают. Ты можешь разово удивить. Можно делать хорошую нарезку из всего матча, где-то там пять раз тыкнул хорошо, и игрок не взял. Там счет обычно будет 8-2, при котором ты это сделал. Но, все остальное, это, ну, один раз ты удивить можешь. Но постоянно ты не можешь удивлять. Ты даже тупсом можешь особо не удивить, а тупс летит быстрее, чем от тычка. Нет, ну, конечно, там, если мяч короткий, короткий мяч, у сетки ты можешь тыкнуть, и мяч будет достаточно быстро лететь. Этим можно очко заработать. Но против сильного игрока, ну, один раз ты заработаешь это. В любом случае, любая атака, она будет быстрее, чем тычок. То есть тычок, вот, как бы мы там не изгонялись, вот так, вот так, не доводили, да, и не думали, что можно довести это до более, скажем, высокого уровня. Любой тычок, чтобы мяч летел так, чтобы его было не взять, такое невозможно. И я попытался это доказать в видео, показать, что вот, я стою у стола, это невозможно. И чтобы просто, ну, попытаться хоть какую-то создать конкуренцию Васе, да, я, ну, начал больше отходить. Это возможно, конечно. Это и... И мяч пилился хорошо. Так. Возвращаемся к сообщению. Поэтому ты, помучился, понял, что ничего не работал, и быстро перешел на игру гладкость справа, а шипами в конце уже почти не играл. Шипами без губки надо делать тычок по приходящему нижнему вращению, лифтинг по плоскому, и чоп-блок по верхнему. Все это у стола со скока. А для чего мы это будем делать-то? Ну, то есть, для того, чтобы просто проигрывать, потому что мы ограничены в том, что мы задали такую концепцию игры, мы не можем с нее сдвинуться. То есть, это все элементы, они, скажем, они могут приносить у стола игру какую-то, какие-то отдельные очки могут приносить. Да, но ты не можешь держать сильный топс, какое бы там у тебя основанием не было, защитное, суперзащитное, еще что-то такое, да, которое вообще там галошь какая-то, которая вообще не отскакивает. Ты не можешь этим... Ты будешь просто как подушка, по тебе будут делать и делать. То есть, это... Ты ничего сделать не можешь. То есть, существует уровень игроков с хорошим топспином, и он начинается не так высоко, там, не у тысячи, он раньше начинается, где ты уже сдержать на столе не можешь. Ну, это невозможно просто. Ты вынужден отходить далеко, чтобы сдержать топспин. Тогда у противника будет очень мало времени на ответ, ибо мяч очень быстро возвращается к нему. Вы представляете, играют два нападающих, двумя гладкими накладками. Вот Вася играет против всяких обычно. Ну, просто Вася, это неправильный пример. То есть, можно взять игроков и с рейтингом 800, да, где мы уже не увидим блокеров, да. Там, где ребята играют 800 на 800, играют в быстром темпе. И мы хотим удивить их вот быстрым чоп-блоком, да. Ну, это безумие. То есть, я не спорю, что есть среди 800, может, игрок, который по шипам не разбирается, хотя таких, мне кажется, лет, они обычно все, многие тренеры, ребята, да, поэтому они разбираются по шипам. Вот, и одолеть их, вот там, удивить их быстро, быстротую точку. Ну, один точок ты сделаешь, он там отойдет, он накинет тебе. Дальше-то что? Налево глубоко накинет, не успеешь зайти справа. Дальше что? Идет мягкий возврат обратно, идет. Или ты будешь продолжать дальше тыкать вот это вот по длинному мячу, ну, это безумие просто. А если играть из дальней зоны, то получается ерунда, ибо шипами без губки много вращений не создашь, и возврат будет полуплоский и очень удобно для убойного удара противникам. Но здесь техника. Здесь техника, и я буду к этому возвращаться много раз. Я буду показывать, может быть, не в этом видео, потому что и так я затянул свой ответ. Я покажу, как подрезать издали шипами без губки, технически, чтобы мяч сильно пилился. Обязательно надо сделать. Покажу, как я тыкаю на столе, чтобы не было никаких вопросов, умею я тыкать на столе или не умею. Просто то, что Вася подавал мне, подавал, длинно подавал, да, то есть я там тыкать, поэтому мячем невозможно просто. Там его принять невозможно, шипом мяч в разные стороны просто. Там, и поэтому я переворачиваю, играл на приеме гладкой. Мячи таких коротких нету, мне никто не даст в таких коротких мячах там налево, чтобы я тыкнул там куда-то. И тем более, ну, потому что, ну, как, я понимаю, что там просто мне дадут длинно, да, создадут дистанцию, зайдут под топ спин справа и выиграют очко. Вот, что будет, что будет происходить. Так, то есть суть шипов с губкой возврат сильного нижнего вращения, а суть шипов без губки максимально быстрый и активный возврат. Максимальный быстрый и активный возврат. Но, можно и с губкой быстро вернуть. Просто движение не такое будет, а вот будет более подрезанное движение. То есть не такое, а более подрезанное. Можно и быстро возвращать просто разная техника. Так, причем, если шипами с губкой можно выиграть очки за счет чередования нижнего плоского да и просто стабильного сложного возврата то шипы без губки сами по себе лишь ассистент для подготовки удобной атаки справа так не ну ребят ну можно же атаковать после вы губкой срезали удачно да можно заходить атаковать то есть тут тоже это не совсем правильно так давайте дальше переходим так то есть основная задача при игре шипами без губки это заставить противника вернуть тебе удобный для атаки мяч так и так удобный для атаки мяч можно вернуть как шипами с губкой так шипами и без губки просто когда у нас есть доска лучше тыкнуть скажем проще тыкнуть быстрее мяч полетит когда у нас есть губка появляется там уже техника нужно то что подрезка мяч полетит слабее чем от . если неправильно подрезать если уметь подрезать хорошо мяч засовывать как делать геонис на грубо говоря шипами с губкой он очень быстро принимает мяч по нему очень сложно сделать хорошо то тогда можно использовать и губку тоже то есть это то есть отличие только на столе я знаю ветеранов многие которые переходят на игру с шипами с губкой потому что стали у них не получается причем сделать они переходят на игру ставят 16 и насчет губки да прям быстренько отдают и дальше уже издали примерно одинаково пример одинаково там нет такого что с губкой может быть наклон ракетки издали мне это тоже покажу просто меняется наклон с губкой ты сделаешь более такой более такое да сделаешь движение а без губки надо более пологая делать то есть может быть только в этом отличие быть подрезки издали плюс значит какое какое дело движение движение более амплитудно или более коротко давайте так смотрите почти все шиповики помещаются от 400 до 600 до ну не спорю то может быть у кого-то 620 130 может быть но смысл такой если дальше не отходить от стола и пытаться отходить от стола это не тяжело это просто я показал нужно делать дополнительные встряхивание прыжочки для того чтобы ходить от стола подрезать мяч потому что если вы будете деревянно просто вас мяч будет улетать там действительно плоский на ту сторону там не знаю высоко будет отлетать и просто так пошло кто-то сделал несколько видео до сказали написали что без губки эта игра на столе с губкой эта игра и издали и все так решили распределите нормально всем но нет отличие только игры на столе в общем может немножко сумбурно получилось да может быть даже чересчур эмоционально не спорю может что-то я забыл сказать тоже не спорю лучше еще раз сделать одно видео и разобрать уже подробно там что-то мне не сказал да но примерно я попытался передать те вот вещи которые как как я понимаю шипы да с вами был валера заенко подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новое видео до новых встреч счастлива пока